На полях Амурской области в этом году посеяли не только сою, пшеницу и чменью гречиху. В одном из районов появилась весьма необычная плантация. Ее засеяли наркотической коноплей. И не тайна, а по распоряжению властей региона. Бороться с дурман травой в Преамурье начали не только специалисты госнаркоконтроля, но и аграрии. Причем они решили освоить научные методы уничтожения этого растения. Сему продолжит наш корреспондент Екатерина Якунова. На аккуратных грядках не огурцы или редиска, а молодая конопля. И распыляют над ней не удобрения, а ядовитые химикаты. Это экспериментальная площадка, на которой амурские аграрии проводят испытания, чтобы выяснить, какой яд раз и навсегда покончит с дурман травой. Еще зимой в лабораториях Ростельхозцентра стали подбирать и разрабатывать специальные препараты для уничтожения конопли. Три из них, которые применяют в хозяйствах, поэтому мы хотели их испытать, чтобы еще лишний раз доказать, что они действуют. И два совершенно новых. Один идет для несельскохозяйственного использования, то есть его применяют по обочинам дорог, на железнодорожных путях. Вот мы его хотим заложить именно против конопли. И Анкор-82 это специальный гербицид, который идет против конопли. То есть его здесь в области ни разу не применяли. С дикорастущей коноплей в Амурской области начали бороться два десятилетия назад. Конечно, гербициды применяли и до сегодняшнего дня, но химикаты, уничтожающие под корень обычные сорняки, на дурман траву почти не действуют. Конопля манджурская, а именно она распространилась по всему региону, достигает высоты 4 метров, прекрасно переносит и засухи, и заморозки. Ее семена могут храниться в земле до 80 лет. А потому чаще с ней боролись механическими средствами. На тракторах перепахивали целые плантации, вырывали с корнями и сжигали. Бывали даже такие случаи, когда на войну с наркотиком бросали вооруженные силы. Солдат-срочников и танковые подразделения. Сегодня только по официальным данным конопля заполонила почти 2500 гектаров. Для сельскохозяйственной отрасли это не столько потеря земель. Дурман трава растет на территориях заброшенных фермы вдоль дорог, сколько рабочих рук. Не секрет, что многие жители деревень, вместо того, чтобы работать на фермах и полях, занимаются нелегальным наркобизнесом. По статистике, каждый четвертый отбывающий наказание в исправительных колониях, каждый четвертый, сидит именно за наркотики. Практически ежегодно всеми правоохранительными органами на территории области изымается более трех тонн марихуаны, то есть наркотик конопли. В этом году нами уже, нашим управлением, изъято более одной тонны наркотика. Возбуждено уже 428 уголовных дел. Потому на экспериментальном участке работа построена так, чтобы уже через месяц можно было сделать выводы, какой химикат изведет конопляную заразу под корень, и начать войну с этим растением. Земли, которые удастся отвоевать у дурман травы, специалисты регионального Минсельхоза планируют уже в следующем году вновь засеять коноплей. Но только другого вида, не наркотического. Все сорта, которые используются в производстве, они выведены с рационерами, специальными методами, которые позволяют снизить содержание наркотических веществ практически до нуля. Вообще в России возделывается конопля на площади 1500 гектар. Есть опыт, и раньше в Советском Союзе выращивали коноплю на достаточно больших площадях. Поэтому опыт есть, сейчас просто он утерян. Сейчас растеневоды уже занялись возрождением этой отрасли. Закупают семена, ищут рынки сбыта культурной конопли. А пользы она может принести немало. Из нее изготавляют конопляное масло, семена применяют в пищевой промышленности и медицине. Из стеблей может получиться отличная ткань или бумага. Но пока эти идеи на бумаге обычной, из целлюлозы. И удастся ли их воплотить в жизнь, покажет время. Екатерина Якунова, Екатерина Чуленкова, Юрий Рыжов. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».